За повседневной суетой и делами мы часто даже не успеваем задуматься, что кто-то нуждается в помощи. А между тем, каждый день тысячам людей требуется переливание крови. Сегодня в городе Белозерский работала выездная бригада Московского областного центра крови. И на призыв о донации откликнулись десятки людей. Начиналось все достаточно давно, то есть с 2015 года у нас в Белозерском начались донорские акции. Это помощь людям, в любом случае помощь людям. То есть донорская кровь, она спасает жизни. Лично я так думаю, лично я сдаю кровь, потому что я сегодня готовлюсь сдать кровь, если возьмут. Поэтому для меня это важно. Помещение местного молодежного центра временно превратили в пункт сдачи. Все необходимое оборудование в специальном автомобиле сотрудники Московского областного центра крови привезли с собой. Эти мобильные бригады колесят по всему Подмосковью. Кровь заготавливается для всех лечебных учреждений Московской области. Это не целевая для какого-то ребенка, не для отдельного человека. Это всем нуждающимся. Люди болеют, болеть не прекращают. Операции плановые, экстренные, не всегда выполняются. Собравшихся объединяет одно очень важное качество – желание помогать ближнему. Многие стали донорами крови всего пару лет назад и теперь приходят постоянно. Молодые люди с большим позитивом относятся к процедуре. Игл не боятся и даже считают донорство оздоравливающим организм делом. Расскажите, больно? Нет, не больно. Наоборот, даже ощущения такие, что после этого облегчение чувствуешь. И знаешь ответственность о том, что какая-то капля крови может помочь кому-то в будущем. Ну, мотивация самая главная – это то, что кровь может кого-то спасти. Потому что очень часто нужно много крови для переливания, кому-то в сутки нужно как раз то, что мы сейчас даем, а кому-то и даже больше. Поэтому главная мотивация – это то, что кровь поможет. На пункт приема, который располагался в молодежном центре города Белозерский, пришли около 40 человек. Аналогичная выездная акция по сбору крови пройдет также летом. Она намечена на 30 июня. Татьяна Колганова, Дмитрий Волнов, Новости Искровект.